Ольга Найденова Дорога в подсознании Техники, практики, медитации Посвящаю книгу моей любимой бабушке Марии Ивановне Бароненко Спасибо тебе за то, что ты была со мной За то, что научила читать и писать Спасибо за ласку, тепло, любовь и поддержку Ты навсегда в моем сердце и в моей душе Очень сильно скучаю по тебе и невероятно люблю Никогда не отдавай людям своего сердца Оставь его себе Дари людям тепло, милосердие и своей души Прабабушка Маша Введение Привет! Я, если честно, очень сильно волнуюсь Потому что мне так много хочется рассказать вам Сначала давайте познакомимся Меня зовут Ольга Найденова Я психолог Психолог, который сам исцелил себя Мое лекарство называется практика За годы работы над собой я опознала практики разных стран, разных традиций Людей разного возраста и даже поколений Узнала, как работает их психика Как развивается их бессознательная природа Меня обучили техникам, которым две тысячи лет Шесть тысяч лет Восемь тысяч лет Познавая мир вокруг себя Я добавляла в свою коллекцию методики Которым по десять-пятнадцать лет Но есть в ней и те, что я узнала от моих коллег Буквально в этом году И всем этим богатством Я очень хочу поделиться с вами Любая практика Кардинально меняет жизнь человека В лучшую сторону Это знаю я и знают все мои ученики Когда-либо проходившие у меня тренинги В Центре развития личности Арканум Которым я работаю десять лет До преподавательской деятельности Я работала спортивным психологом И вела различные занятия для спортсменов Ездила на сборы Участвовала в подготовке спортсменов к соревнованиям Для меня работа с человеческой психикой Это самая интересная деятельность Я обожаю свои авторские курсы и практики Потому что в свое время по ним я успешно вывела Саму себя из тяжелейших внутренних состояний И теперь мною разработаны авторские программы Которые помогают тысячам моих учеников Изменить жизнь к лучшему Сформулируйте намерение быть практиком И вам откроется волшебство жизни Ваши мечты начнут исполняться Человек-практик в моем понимании Это человек, живущий осознанно Человек-практик работает над своим внутренним миром Узнает свою глубину С помощью техник и методик Работает над собой Не ленится Он трудится душой, вниманием И всегда находит выход из ситуации Какой бы безвыходной она ни казалась Это человек, который готов познавать себя и дисциплинировать А все для того, чтобы, изменив себя, изменить мир Понимаете? Мир был до нашего рождения Он вместе с нами грандиозно развивается Помогает нам Мы с вами уйдем И мир после нас хочется оставить еще более ярким Насыщенным и красочным Я думаю, что единственное, для чего мы воплощаемся Это обмен опытом И повышение осознанности людей на планете Земля Чем более осознанными будут люди на планете Тем больше гармонии мы будем наблюдать в повседневной жизни Как говорят эзотерики Вибрации планеты станут выше по частоте Помыслы чище А за счет этого и уровень жизни будет выше А чем выше ваш уровень осознанности и жизни Тем чаще в ней присутствует самое главное Любовь и счастье Вспомните, ведь с самого рождения мы чувствуем в себе какую-то тягу К познанию окружающего пространства Когда мы только появляемся на свет У нас тут же включаются центры осознанности Это наше внимание и наша память Я расскажу вам о сознательных и бессознательных процессах внутри психики О мозге О том, как устроена лимбическая система человека И что это такое Большинство моих практик и медитаций Направлены именно на работу с психикой С нашей душой Вся эта книга о душе Дело в том, что психо В переводе с древнегреческого означает душа А наша душа и есть движущая сила Наша энергия Одно от другого неотделимо И то, как мы себя чувствуем Сколько у нас энергии Как мы видим себя в этом мире Все это начинается с души В Тибите говорят, что болезни человека зарождаются в голове А мой прадедушка с самого детства твердил мне Если у тебя что-то болит, начинай думать, почему это болит Принято считать, что у болезни есть две причины Первичная и вторичная Глубинная Но опыт показывает, что никакой глубинной причины не существует Если человек заболевает, то это всегда про психику А не про внешние факторы Например, возможно, тело просто хочет привлечь к себе внимание своего хозяина Еще я юнгианский аналитик И обожаю юнгианский психоанализ Он включает в себя работу с нашим осознанием и нашим бессознательным А также глубокую работу со сновидениями У сознания есть две позиции Как говорил Карл Густав Юнг Интроверсия и экстраверсия Экстраверсия – это когда наше внимание двигается во внешнее поле Во внешнее пространство к людям, событиям Мы заняты прошлым, настоящим, будущим Но не своими, а окружающих людей и внешнего мира То есть мы экстравертированы, мы открыты Все наше внимание тотально сфокусировано на внешнем мире Очень важно для экстравертов научиться смотреть вглубь себя Это путь их эволюции Научиться чувствовать себя Научиться доверять себе Научиться спрашивать себя А все ли со мной в порядке Им нужно учиться привыкать быть с собой наедине Потому что они все время заняты другими Таким образом, когда они приходят к единству с собой Они обретают баланс и гармонию существования в мире Интроверсия – это когда наше внимание полностью направлено внутрь себя Когда вниманием мы изучаем себя, погружаемся в себя Именно из внутренней призмы мы фиксируем мир Люди-интроверты – люди невероятно глубокие Они умеют анализировать события, у них развита чувствительность Но их внимание занято в основном внутренней жизнью Они крайне мало взаимодействуют с внешним миром Для интровертов трансформацией их сознания будет смена фокуса внимания На внешний мир, на людей, на события, на событийный ряд То есть им нужно заняться внешним пространством, чтобы прийти к балансу Когда же человек в балансе, тогда он способен быть в равной степени И экстравертом, и интровертом В любой период времени, по щелчку пальца, он способен переключить свое внимание на внешнее пространство А в другой ситуации, довольно быстро погрузиться в себя Спрятаться от внешнего мира Например, чтобы восстановить свои силы Но чтобы достичь этого баланса, необходимо понять глубинные механизмы Что двигают нами из самой нашей сути И эта суть находится в подсознании В моей книге собраны практики, в которые вы будете углубляться и углубляться через методики погружения Причем самым быстрым и безопасным способом из всех возможных Вы будете задавать необычные для вас вопросы Я становлюсь ярче и шире, что со мной происходит Не пугайтесь их, ведь это лучшие вопросы из всех возможных Они направлены внутрь вас, людей, которые приходят на мои тренинги, на занятия, на вебинары, семинары Я говорю каждому Сейчас, когда ты пришел на тренинг Пожалуйста, смотри вглубь себя Изучай себя Будь немного нарциссом Будь сконцентрированным на себе Побудь сейчас эгоистом Я призываю на время изучения себя и психических процессов своей души Быть направленным внутрь себя И тебе, дорогой слушатель Я сейчас говорю то же самое Путь в себя — это действительно целый путь Ведь, начав путешествие к себе Мы не станем за пять минут кардинально другими, нет Но мы запускаем процесс изменений в себе Самым безопасным, легким и быстрым способом из всех возможных Помните, что в итоге вы придете к тому, каким вы искренне хотите себя видеть Вы придете к лучшей версии самого себя Когда вы будете видеть внутреннее и внешнее очищение ваших мыслей Образ жизни, достатка Вы постепенно придете к пониманию того Что вы стали наконец-то взрослым самодостаточным человеком Который опирается только на себя Берет ответственность за свою жизнь в свои руки И за принятые решения никого не винит При этом вы обнаружите удивительную вещь С возраста трех-семи лет вы, оказывается, вообще внутренне не менялись А просто ушли куда-то в сторону от самого же себя Именно в этом возрасте вы научились отличать сон от реальности И вам открылись осознанные сновидения В которых вы летали или могли превращать одни предметы в другие Именно в этом возрасте ваша интуиция работала в активном режиме И это было чем-то само собой разумеющимся Люди, когда изучают практики Различные традиции, направления, религии Приходят к единству с собой Приходят к свету своей души Приходят к тому, что опираются на тех себя Какими они были изначально Кто из вас знаком с собой изначальным И специалисты, которые работают с прошлым А точнее, с регрессивным гипнозом Я проходила регрессивный гипноз Получила очень важный для себя опыт Который также внедрен в мои практики Регрессии, гипнотические практики Практики, связанные с изучением рода Такие, например, как расстановки по Хеллингеру Эти практики дают более полноценное воссоединение Со своими ресурсами Знали ли вы, что мы можем уйти в прошлое И полностью трансформировать его Тем самым изменив качественно наше настоящее Я расскажу про такие практики И научу вас забирать энергию из прошлого И максимально светиться в настоящем Вы почувствуете невероятный энергетический прилив И навсегда забудете об усталости и лени И я говорю вам Это возможно Есть практики, сдвигающие психику Достаточно быстро и качественно вперед Это практики работы со стихиями Различные визуализации Современные техники вроде нейрографики Трансформационных игр Различные дыхательные упражнения Также помогают выйти на новый уровень осознанности И прокачать себя Все эти знания я каждый день доношу до своих учеников И теперь я готова к тому, чтобы Передать их всем и каждому Кто готов прослушать мою аудиокнигу Она волшебная Она поможет вам найти путь сердца И раскроет ваш потенциал Что первично, тело или душа? Люди много лет спорят А я вам хочу сказать Ни тело, ни душа Первичен дух Дорога в подсознании Это путь духа Путь, который способен пройти каждый из вас Ведь дорогу осилит идущий Не бойтесь вступить на этот путь Ведь он ведет не в неизвестность А к настоящим вам, к душе, к вашей сути Возможно, конечно, кто-то встретится Со своими скелетами в шкафу Как и я в свое время Но и это поможет вам стать смелым Внимательным И заново открыть свои способности А я вам помогу, подскажу И поддержу на этом интересном Важном пути Часть первая Начало пути Дуальность восприятия мира Сознательное и бессознательное Чтобы пройти к подсознанию Для начала хорошо бы определиться Что мы будем понимать под этим словом Мы воспринимаем мир двояко Сознательной частью нашего восприятия И бессознательной То есть сознанием и подсознанием Психоаналитики же в своем узком кругу Выделяют даже три части нашего сознания Сознательную часть Предсознательную часть И бессознательную часть Почему же мы в повседневной жизни Пользуемся только лишь понятием сознания Ответ прост Сознание – это верхушка айсберга нашего мировосприятия Видимая Та, которую мы можем понять При работе сознательной части задействовано много таких привычных нам функций мозга Внимание, память, анализ событий, воображение А бессознательная часть Это та часть айсберга, которая находится под водой Бессознательная То есть то, что существует без участия сознания То есть это Ровно то, что мы не осознаем Предсознание Ровно то, что вы можете вспомнить из своей жизни Когда закрываете глаза Например, вы можете вспомнить, как выглядит ваша мама Или когда у нее день рождения Вы это прослушали И вы сейчас же в данную секунду вспомнили это, так? Вы вспомнили, но вы это специально не вспоминали до этого Эта информация была у вас Но вы ее не видели на поверхности Она была внутри вас Но в любой момент времени, когда вам необходимо Вы ее способны воспроизвести Предсознание Базируется на понятии памяти Память бывает краткосрочная и долгосрочная Выше приведенные примеры из разряда долгосрочной памяти И в идеале нужно иметь натренированную память Но об этом мы поговорим чуть позже Центром сознательной части является эго Центром бессознательного является самость Это глубинный архетип Центр психологической целостности Устойчивости индивида У крохотного эго большой путь Путь индивидуации Это как метаморфоз Превращение гусеницы в бабочку Эгу необходимо соединиться с самостью С божественной внутренней природой Эго может сделать все это лишь когда имеет четкие границы и здоровье Каждый из нас с самого детства точно знает Что мы должны сделать что-то великое А что именно мы забыли Я вам говорю о чем идет речь Это великое и есть путь индивидуации Процесс в результате которого ваше эго Должно соединиться с самостью Поговорим о бессознательном Его не так-то просто определить сразу И добраться до собственного бессознательного Можно лишь с помощью определенных техник или практик Я путешествую туда каждый день При помощи медитации и погружения Именно в бессознательном Хранятся глубинные слои нашей индивидуальности Память прошлых жизней Память о том, зачем мы находимся на планете Земля Знание нашего предназначения Связь с родом Генетически заложенные программы А также неосознаваемая нами связь со всем миром Бессознательное содержит ресурсы Мощную энергию Все ответы на ваши прошлые и будущие вопросы Оно словно ваша тайная книга Которая хранится в шкафу со скелетами Я научу вас работать с этими скелетами Читать эту тайную книгу Овладевать этими знаниями И, следовательно, менять свою жизнь в лучшую сторону На бессознательном уровне Мы имеем связь со всем живым на нашей планете С эфиром растений, минералов, животных, других людей С атмосферой, с землей Одна травинка общается с другой травинкой Последняя общается с деревом Дерево общается с животными Животные поедают траву Развиваются А хищники поедают травоядных животных И так далее В этой эволюционной цепочке На самой вершине находится человек И у вас есть связь со всем биоценозом Его бессознательным Связь со всеми живыми существами Именно поэтому, даже находясь за тысячи километров Вы чувствуете своих детей и любимых У вас есть связь с информацией рода Эту связь еще называют родовой канал Инициация Инициация – это переход психики из одного состояния в другое Когда девушка собирается выйти замуж Или мужчина готовится взять в жены свою любимую женщину То происходит свадьба Иначе – обряд инициации Еще в древности на Руси у славян Девушку особым образом готовили к свадьбе Она должна была невеститься Входить в состояние невесты И потом только в состояние жены Ей заплетали косы Матери прощались со своими дочерями Потому что та дочь, какой она была у матери Уходит из жизни И приходит другая Жена своего мужа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова